Это полное освобождение от всех долгов. Сколько это стоит? А также я расскажу, где взять денег на процедуру банкротства. Досмотрите видео до конца. Цена на банкротство физических лиц в 2021 году – точная стоимость. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытная арбитражная управляющая. Лично завершила 250 плюс процедур и все с освобождением от долгов. Решением проблем с долгами занимаюсь с 2015 года, а также обучаю юристов. Процедура банкротства – это законное освобождение гражданина от всех имеющихся обязательств. Сколько это стоит? Задавались ли вы подобным вопросом? Если да, то напишите комментарий об этом. Кстати, на комментарии я лично отвечаю, поэтому не стесняйтесь, пишите и задавайте свои вопросы. А также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если видео для вас будет интересным и полезным. Можно это сделать после просмотра видео. Итак, какие выгоды для должника при проведении процедуры банкротства? Это полное освобождение от всех долгов. Вы, как гражданин, который хочет инициировать в отношении себя процедуру, прекращаете расчеты со всеми кредиторами. То есть, больше не нужно будет платить ежемесячные платежи по кредитам, займам или иным обязательствам. Это при условии, что вы подходите под процедуру банкротства. Если вы сомневаетесь, подходит вам банкротство или нет, контакты в описании, я могу вам предложить бесплатную консультацию, мы определим, целесообразно вам инициировать банкротство или нет. Но процедура банкротства непростая, сама по себе длится плюс-минус в течение одного года, и ее нужно финансировать. Давайте разбираться, сколько это будет стоить. А также я расскажу, где взять денег на процедуру банкротства. Досмотрите видео до конца. Из чего складывается процедура банкротства физического лица? Из обязательных платежей, которые установлены законом о банкротстве, и юридических услуг. Обязательные платежи, что в себя включают? Это государственная пошлина в размере 300 рублей, это вознаграждение финансово-управляющего в размере 25 тысяч рублей за одну процедуру. Эти денежные средства вносятся в депозит арбитражного суда. И по ходатайству финансово-управляющего при завершении процедуры банкротства, арбитражный суд переводит эту сумму на счет финансово-управляющему. Почему за одну процедуру? Хочу разъяснить, что если вдруг в отношении вас будет введена первая процедура реструктуризации долгов, такое может быть, и даже если у вас есть имущество, или есть доход официальный, или при отсутствии такового. Хочу заметить, что в отношении пенсионеров и инвалидов суд, как правило, не вводит процедуру реструктуризации долгов, как первую процедуру. И если суд в отношении вас ведет первую процедуру реструктуризации долгов, то вы вносите к дате судебного заседания 25 тысяч рублей вознаграждения финансово-управляющего, или сразу вносите эту сумму при подаче заявлений о вашем банкротстве. И через полгода нужно будет повторно внести 25 тысяч рублей вознаграждения фин-управляющему за вторую процедуру. Когда вы будете признаны банкротом, эта процедура называется реализация имущества. Лайфхак. Если у вас есть конкурсная масса, что это такое? Это разница между вашим официальным доходом и прожиточным минимумом. Да, кстати, в процедуре банкротства с момента признания вас банкротом, как правило, до 6 месяцев, вы будете получать только прожиточный минимум на себя и иждивенцев при наличии. А также конкурсная масса у вас будет формироваться за счет продажи имущества. Так вот, финансовый управляющий может взять расходы за вторую процедуру. Предположим, что суд в отношении вас ввел сначала процедуру реструктуризации долгов, потом через полгода признал вас несостоятельным банкротом. Так вот, за вторую процедуру финансовый управляющий может списать за счет конкурсной массы и вознаграждение себе 25 тысяч рублей и расходы на проведение процедуры банкротства. Также в обязательные платежи входят расходы на проведение процедуры банкротства. Что это такое? Это публикация в газете «Коммерсант» в районе 9-11 тысяч рублей. Это публикация на ЕФРСБ, это Ефедеральный реестр сведений о банкротстве. Это почтовые расходы. Нужно финансовому управляющему запросить сведения в государственных органах. Также иные расходы. Как правило, размер обязательных расходов за одну процедуру – это 15-20 тысяч рублей. Далее идут юридические услуги. Здесь на самом деле по стоимости каждый юрист или юрфирма определяет ценообразование своих услуг. Если юрфирма или юрист озвучивает вам ту или иную сумму, обязательно уточните, что входит в стоимость этих юридических услуг. Не нужно ввести на слишком дешевую стоимость, так как это может быть неполное проведение процедуры банкротства. Если вдруг будет какая-то активность стороны ваших кредиторов, к примеру, ходатайство, неосвобождение вас от долгов или апелляция, или у суда будут вопросы касаемо вашей добросовестности, то такие юристы могут просто сказать, что вы за это не платили и давайте доплачивайте те или иные суммы. Поэтому прежде чем подписывать договор с юрфирмой на сопровождении вашего дела о банкротстве, обязательно уточните, что входит в стоимость услуг. И да, минута рекламы. Чем я могу быть полезна? Во-первых, провожу процедуру банкротства под ключ и до результата по всей России, вне зависимости от активности ваших кредиторов и сложности дела, стоимость фиксированная и под ключ. Также предоставляю кандидатуру финансовоуправляющему, которого я и моя команда контролируют. Вы даже не будете с ним взаимодействовать. Далее, у кого нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах до 100 тысяч рублей, у меня есть курс по самостоятельному банкротству, где с помощью меня и моих юристов вы самостоятельно подготовите все документы, возбудите в отношении себя процедуру и я представлю вам кандидатуру финансовоуправляющим. А у кого вообще нет денег, есть лекции по самостоятельному банкротству за 990 рублей с образцами всех необходимых документов. И в-третьих, я обучаю юристов всем нюансам банкротного дела и как стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать на этом. Поехали дальше. Разберу, где взять денег на банкротство, а также точную стоимость своих услуг и что входит в эту сумму и какие суммы озвучивают другие юристы, чтобы у вас было понимание общей стоимости проведения процедуры банкротства. И да, важно, если вы принимаете решение банкротиться, вы прекращаете расчеты со всеми кредиторами. Об этом я уже говорила. Где взять денег на банкротство? Вы прекращаете расчеты с кредиторами, как только принимаете решение о вашем банкротстве. То есть вам не нужно больше будет платить ежемесячные платежи. Предположим, история клиента. У него ежемесячные платежи в размере 25 тысяч рублей по всем кредитам, а стоимость юридических услуг 8 тысяч рублей. То есть клиент прекращает платить по кредитам и финансирует процедуру. То есть стоимость услуг по банкротству в три раза меньше, чем ежемесячные платежи. важно это актуально для тех граждан у кого нет денег на оплату кредитов или кому сложно тяжело платить по своим обязательствам кто-то из клиентов умудряется взять новый кредит на банкротстве или обнулить кредитная карта не совсем рекомендую это делать опять же если иных вариантов нет лучше подробнее обсудить на консультации как использовать этот вариант точная стоимость юридических услуг на проведении процедуры банкротства как я сказал ранее в каждой юрфирме свои условия своя стоимость юридических услуг у кого-то это 70000 рублей кого-то 90 у кого-то 120 в моей юридической фирме стоимость юридических услуг равна 97500 рублей в рассрочку до 13 месяцев что входит в эту стоимость помощь в сборе документов составление заявлений о банкротстве всех обязательных приложений при необходимости сохранения активов анализ делок чтобы не было оснований для оспаривания той или иной сделки проведение процедуры под ключ до завершения и до результата вне зависимости какая будет активность если кредитору подают ходатайство о неосвобождении отстаивания интересов клиентов в пользу клиента если кредитор подает апелляцию на определение суда арбитражного завершении процедуры и об освобождении вас от долгов то это отстаивание интересов ваших в суде операционная инстанция и так далее то есть в действительности под ключ участие ваше минимально я не просто так об этом говорю будьте бдительны когда будете определять для себя с кем работать с кем инициировать процедуру банкротства дешево это не значит качественно и эффективно у меня очень много историй обращений с youtube а тех клиентов которые уже в процедурах или уже возбудили в отношении себя процедуру если какая-то сложность возникают они пишут мне просят помощи потому что их юристы не в состоянии решить их проблемы в процедуре или озвучивают клиенту что вы за это не платили мы не будем это решать а у клиента уже идет процедура во всю к примеру и у него даже нет денег финансировать дополнительную стоимость услуг юристов это я к тому что обязательно смотрите что входит стоимость юридических услуг это должно быть прописано в договоре резюмирую и того стоимость банкротства средний по рынку плюс-минус в совокупности сто пятьдесят тысяч рублей в рассрочку и каждый гражданин для себя определяет целесообразно ему инициировать процедуру есть ли у него возможность ее финансировать если нет денег на юристов тогда актуально самостоятельно инициировать процедуру банкротства в отношении себя но вы должны будете разобраться во многих тонкостях и нюансах на этом по теме видео все если было полезно поддержите меня поставьте лайк подпишитесь на канал задавайте вопросы в комментариях и и и и и